Если субботник похож на тусовку, значит убирается молодежь. Даже обычный процесс подметания студенты превращают в зажигательный танец. Акции «Чистый город» стартуют на улице Старозагора. Студенты СУЗов и ВУЗов отложили на время свои важные дела по диплому и курсовым работам и взялись за лопаты, грабли и метлы. В фольклоре и литературе метле приписывают магические свойства. Например, баба яга с помощью нее летала на ступе. А в небезызвестном произведении Булгакова «Мастер и Маргарита» главная героиня также по ночам летала на метле. Но мы о волшебных свойствах этого инструмента рассуждать не будем, а просто поработаем. Для некоторых эти инструменты настолько непривычны, что преподавателям приходится давать небольшой мастер-класс. Другие и сами могут рассказать, как работать быстро и эффективно. Аккуратно надо работать, чисто. Время можно потратить на это. Просто надо хотеть выбираться. Кто не хочет, никогда не выберется. Первые по-настоящему весенние лучи солнца, хорошее настроение и зажигательная музыка – залог отличной работы. Самарский дом молодежи проводит акцию «Чистый город» не первый год. Волонтеры всегда выбирают места отдыха молодежи. В этот раз начали с улицы Старозагора. В свой юбилейный год она должна превратиться в образец благоустройства и уюта. Разумеется, есть коммунальные службы, есть благоустройство, которое выбирает город. Но здесь, кроме самого факта помощи, благоустройства, еще очень важные воспитательные функции. По той простой причине, что редкий молодой человек, после того, как сам лично своими руками приведет в порядок те места, в которых он отдыхает, будет там потом сорить. В этом году акция пройдет на девяти площадках города. О своем участии в ней уже заявили 20 среднеучебных заведений и 15 высших. Все студенческое сообщество города готово взять дело чистоты в свои руки. Марина Матвешина, Станислав Левин. События. Продолжение следует... Продолжение следует...